В эфире праздничный выпуск на ЛРТ в студии Наталья Кратович. С Днём Победы, дорогие люберчане! Мы рады поделиться с вами главными событиями округа на сегодня. В парках и посёлках округа сегодня проходят массовые гуляния. Люди с ленточками на груди, с цветами, портретами героев своих семей заполняют улицы. В это победное утро у администрации округа состоялся торжественный митинг. Глава Владимир Ружицкий поздравил ветеранов и люберчан. Праздник со слезами на глазах в этот день объединяет континенты. Сегодня всё и вся посвящена героям, подарившим нам мирное небо над головой. Городской округ люберцы традиционно начинает День Победы у стен администрации. Здесь, как видите, уже собрались главные почётные гости ветераны. И именно здесь дадут большой старт торжеству. В первую очередь я, конечно, ветеранам пожелала долголетия, счастья, чтобы они жили как можно дольше. Ну а всем, конечно, это мирное небо над головой, здоровье и всего того, что сопутствует счастливой жизни. Вы знаете, ну как обычно желают ветеранам, чтобы дольше жили, чтобы радовали нас. Потому что когда они уходят из этой жизни, да, ну остаётся какое-то такое невосполнимое. Потому что эти люди действительно сделали то, что наше поколение, наверное, уже не сможет сделать. Все понимаем, что сегодня мы живы, радуемся, работаем, живём в святущем крае, такой, как люберцы. Именно благодаря вам, наши дорогие ветераны. Дорогие друзья, я искренне всех поздравляю с великим и святым праздником. Днём нашей Великой Победы. Всем здоровья, благополучия. Пусть ваши планы сбываются. И всем нам мирного неба. Нашим ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла. Ура! Парад Победы – один из самых важных моментов главного праздника страны. В этом году в Люберцах он действительно масштабный. Колонну возглавляли 30 байкеров. Вслед за ними броневик, БТР и машины со знамёнами и даже вездеход. Далее следуют все участники митинга. Вслед за ветеранами они проследуют по Октябрьскому проспекту и до Вечного огня. С дыханием будьте достойны, люди, покуда сердца стучатся. С дыханием будьте достойны, люди, покуда сердца. Немцы сокрушают! Немцы сокрушаем! находится у мемориала «Вечный огонь». Это одно из самых значимых и памятных мест городского округа Люберцы. Именно здесь по традиции завершается торжественное шествие. Именно здесь чтят память героев, которые не пожалели своей жизни, подарили нам мирное небо над головой. С праздником! С праздником! С праздником! Минута молчания! В этот день у «Вечного огня» собрались тысячи человек. Первому выпала честь возложить цветы председателю Совета ветеранов городского округа Люберцы генерал-майор Юрию Орехову и главе городского округа Люберцы Владимиру Ружицкому. Также возложили цветы представители таможенной академии, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, депутаты городского округа Люберцы, депутаты Московской областной думы, члены общественной организации, руководители предприятий, а также жители округа. По традиции каждый год 9 мая в «Вечного огня» собираются все участники парада, а также жители округа. Они возлагают цветы к памятнику, а также вспоминают о своих предках, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Зинаида Алексеевна. Зинаида Алексеевна, скажите, кто у вас воевал? Папа. Погиб под Москвой, под малой Ярославцем. Я еще была маленькой, но я помню, что по небу, знаете, было такое впечатление, что летают вот эти прожектора. Добрее люди были, намного. У нас во дворе собирались просто, знаете, как, вот стелили старое одеяло, собирались кто что мог принести и праздновали. Вот это было очень хорошо. Очень радостно, что мои два дяди пришли с фронта живыми. Я готовилась, чтобы рассказать этот стих. Слава нашим генералам и солдатам рядовым, Слава павшим и живым, а души спасибо им. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой. Жизнь отдав на поле боя, за народ, за нас с тобой. В этот день мы должны помнить ветеранов. Мы не должны, в принципе, их забывать никогда. Вот это Жигалк Дмитрий Стефанович, мой прадедушка. Был призван в первые дни войны и дошел до Варшавы. То есть вернулся уже после окончания войны. Это дедушка моей супруги воевал на Тихоокеанском флоте. Слава Богу, все вернулись с войны, дожили до почтенной старости. Акцию «Бессмертный полк» проводят с 2012 года. С каждым годом количество участников растет. Не только в России, но уже и за рубежом участвуют в данной акции. Сегодня в Люберцах со всего городского округа собрались люди. Люди разных вероисповеданий и разных возрастов. Здравствуйте. Скажите, как вас зовут? Синяя Надежда Александровна. Кто у вас воевал? Отец моего мужа, Синий Михаил Яковлевич, пошел на фронт, было ему 40 лет. Как раз жена его, мать моего мужа, была беременной. И вот представляете, он, значит, воевал, награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны третьей степени, медалью за отвагу и медалью за оборону Москвы. А это мои родители Иван и Анастасия Силаевы, труженьки оборонного предприятия. Вот сегодня я с ними вышел на прогулку. Дедушка Кузьмин Сергей Александрович и прадедушка моего сына Глеба. А где воевал он? Сколько ему было лет? Ему было чуть больше 25, у него было уже двое детей. В гвардии старший сержант, миномотные орудия, он был ранен при осаде Ленинграда. Лицом к лицу к эпохе на акцию «Бессмертный полк». По велению сердца ежегодно выходит все больше людей. В этом году 110 стран она без преувеличения охватила уже все континенты. 9 мая, в День Поведы, «Бессмертный полк» шагает по российским городам. И уже в пятый раз идет по люберцам. Эту победу они приближали как могли. Сегодня мы с ними разговариваем. Расскажите, пожалуйста, кто с вами пришел? Расскажите о нем. С нами пришли наши деды, наши героические предки. В этот день мы не могли сделать так, чтобы они остались дома. Поэтому мы с музыками Московской областной общественной организации собрались вместе с своими детьми и женами и пришли в этот праздник. Здравствуйте! Расскажите, с кем вы сегодня пришли? С папой и с дядей родным. Расскажите, как они воевали? Папа на Украинском фронте, дядя Толя на Прибалтийском. Прошли всю войну, оба были тяжело ранены. Но после войны остались живы и умерли уже в отрасли. В 2015 году Бессмертный полк впервые прошел по улицам Люберец. Неизменно наша память о подвиге героев. Здравствуйте! Расскажите, с кем сегодня вы пришли на Бессмертный полк? Это мой дедушка Зубков Сергей Григорьевич. В 18 лет его призвали на фронт, слуховец. Он работал водителем. Сначала возил боеприпасы, затем уже возил командиров, которые были на линии фронта. У каждого из тех, кто приближал победу, своя история, которая передается из поколения в поколение. Здравствуйте! Расскажите, кто с вами? Это мой папа, Пушкарь Егор Петрович. Он прошел всю войну с 1941 года и демобилизован был в 1946 году. Участвовал в освобождении Польши. Берлин не брал, но дошел в город Подсдам. И 40 километров от Берлина стояла их часть уже после Дня Победы. Друзья, что для вас участие в бессмертном полку? Что для вас День Победы? Память о дедушке, бабушке. Мы их очень любим и помним. И никогда не забудем. Великая Отечественная война призвала на фронт миллионы. Для каждой судьбы она написала свой сценарий, да так, что не найти двух похожих. Истории героев, которые смотрят на нас в черно-белых фотокарточек, бережно сохранили их дети и внуки. Сегодня они делятся ими в бессмертном полку. Прямо сейчас колонна приближается к зданию администрации. И здесь она завершит свое шествие. Мой дед Николенко Николай Федорович. Он участвовал, стоял на границе с Японией. Он призывник последнего призыва к войну. То есть он самый молодой участник. Это отец Ольги Николаевны, который штурмовал Кенигсберг и был награжден медалью. В том числе был призван в 43-м году. И за классное введение номера в боевом расчете миномета получил медаль за отвагу. Так что есть чем гордиться в этот день. Скажите, пожалуйста, чей портрет сегодня вы несете? Портрет моего дедушки. Это отец моего папы, Смороков Федор Васильевич, который воевал на фронте. Там был ранен. Как он вспоминал вот эти годы военные? Знаете, мне кажется, люди, которые были на войне, они об этом очень мало говорят. Вот сегодня реальный пример тому, когда у Вечного огня подошел ветеран Великой Отечественной, и он просто молчал и плакал. Поэтому, мне кажется, они особо не говорят об этом. Он был просто рад тому, что настала победа. И что мы живем в мире. Единственное, о чем он просил, чтобы мы постарались сохранить этот мир. Бесстрашные байкеры клуба «Свобода двух колес» собрались в праздничное шествие и почтили память героев, поздравили ветеранов. Дух свободы ощутила и наш корреспондент Мария Кузьмичева. У сквера «Победа» в Малаховке собрались более 50 байкеров. Большинство из них – участники спортивно-технического клуба «Свобода двух колес». Свобода и дух патриотизма объединяет их каждый 9 мая на протяжении вот уже 12 лет. 9 мая – это праздник, который нельзя забывать ни под каким предлогом, потому что наши предки, они воевали, и мы это чтим, и помним, и будем чтить, и помнить. С праздником, с Днем Победы, поздравляю всех, и также ветеранов, и всех участников нашего пробега. Это святой праздник, в котором мы вспоминаем своих прадедов, дедов, которые воевали, которые дали нам право на жизнь, чтобы мы чувствовали мирное небо над головой. Мы стараемся этот праздник отмечать. Вот сын тоже проникся, отмечаем. 9 мая для меня, как и для всех жителей нашей страны, огромный праздник, потому что благодаря нашим предкам, нашим бабушкам, прадедам, мы должны радоваться мирному небу, спокойной жизни. И я горжусь тем, что я родилась в России, в той стране, которая показала всем величие и победу. Такой праздник, когда ты вспоминаешь День Победы, тот день, когда ваша страна победила, и понимаешь, что вот если бы мы не победили, меня бы вообще не было. То есть это уже как будто бы святой день. Большинство участников пришли сюда с флагами и фото предка, который воевал в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Кто у вас изображен? Это мой дедушка. В 1938 году он ушел в армию и также из армии ушел воевать на фронт. На фронте попал в плен. Из плена ему удалось сбежать. Ну и вернулся с войны, ну правда инвалидом, но и дожил до сегодняшних наших дней. 9 мая – это очень великий праздник для всей нашей семьи. Мой дедушка воевал на фронте. Он ушел на фронт в 14 лет. Климанов Николай Григорьевич. Вот. И на моем мотоцикле, как бы, я везу его портрет в нашей колонне. Так что мы все чтим память наших родственников, вот, ветеранов Великой Отечественной войны. Ну, всех поздравляю с праздником, с этим великим днем. С Днем Победы. Хочется, чтобы эти наши фестивали, эти наши парады, они продолжались вечно, потому что память наша, она вечная. И я поздравляю всех, кто участвует в наших монопарадах, кто привозит детей с собой, кто привозит семьи, кто поддерживает наши традиции и не забывает подвиги наших дедов. Хочу поздравить всех ветеранов с этим знаменательным праздником. Хочу поблагодарить их за то светлое небо над головой, которое они для нас добились своим напорством в этой победе. У нас это традиция, и мы чтим своих предков этим мотопробегом. Для нас 9 мая, я считаю, что это самый, как сказать, благородный день. Его даже не передать словами, потому что если бы не было мирного неба над головой, соответственно, ничего бы не было. От сквера «Победа» в Малаховке красивой колонной байкеры двинутся к памятнику «Вечный огонь» в Люберцах, чтобы возложить цветы. В Центральном парке округа также прошли массовые гуляния, мастер-классы по танцам, солдатская каша, любимые песни. Это и многое другое ожидало гостей праздника в парке. У входа в Центральный парк сегодня танцы. Особое праздничное настроение зрителям подарили духовой оркестр и танцевальные коллективы. Подзаводные ритмы в пляс пошли все от мала до велика. Отличное настроение. Спасибо администрации, что они устроили такой грандиозный праздник. Все организовано. И каша, и чай. Нам очень нравится выступление детской хореографической школы. У нас там старшие дети занимаются. Мы на всех праздниках всегда. И маленькая тоже нас очень любит. Станцуете с дочкой со своей? Да. Давайте. Покажите нам. Очень вкусно. Вот видите, какая вкусная. Как в армии? Да. Вкусная, Тём? Да. А что ж ты не все съел? А он сейчас доест, да? Да. Вот. Ну-ка, как ты покажи. Вот. День Победы – это, я считаю, память о наших близких, о тех, кто не вернулся, о тех, кто прошли эти тяжелые годы. И я считаю, что этот праздник, который сплочает всю страну. Во время войны, наверное, о такой каше только мечтали. Мы никогда не ели её. И после войны не ели. Один щавель, траву, лебеду, всё. После войны ничего не ели. Как война кончилась, дом сожгли. Корову угнали. Овец порезали. Немцы, немцы. Всё поели. Кур побили. Ничего не осталось. Мы в подвале ночевали. Холодно. Картинная галерея «Люберец» в День Победы также широко открыла свои двери для люберчан и гостей округа. Здесь представили тематическую выставку работ местных фотографов, где можно увидеть уникальные кадры военной хроники. Кроме того, желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению георгиевских ленточек и гвоздик из бумаги. Решили сделать такую камерную вещь. Взгляд сегодняшних фотохудожников. Сегодняшних художников у нас есть. Художники Подмосковья, Москвы здесь. Из наших фондов тоже ныне живущие и уже, к сожалению, ушедшие художники. Мы сделали минимум, но это всё, чтобы у каждого экспоната человек мог постоять и подумать. Эти военные фотографии не выставлялись уже 35 лет. Все эти годы они бережно хранились в музейном фонде. И сейчас у нас есть уникальная возможность увидеть подлинные кадры военной хроники. Именно из-за этого громкоговорителя, почему мы его так бережно храним, было произнесено, что началась война в 12 часов дня, когда было объявлено в стране. Эта военная форма принадлежала нашему москвичу. Это отец моих друзей. Вот этот мешок сидры. 41-й год по фронтам войны прошёл. Посмотрите. И они его бережно берегли. Он пришёл с войны, его никто не трогал. Вот эти все дырочки, это всё война. Это воспоминания прошлого. То есть это как бы история. Ну, без слов невозможно говорить. Весело, а главное познавательно отмечают День Победы в стенах Люберецкой картинной галереи. Здесь для детей и их родителей сотрудники музея устроили несколько мастер-классов. Те, кому помладше подготовили раскрашки с настоящими танками, а те, кто постарше, учатся делать вот такую георгиевскую ленту и бумажную гвоздику. Мы делаем георгиевскую ленточку с детьми не просто так. Для того, чтобы они могли приколоть на свою одежду. И причём сделано это своими руками. И символ, который всегда напоминает нам, как символ памяти, цветок гвоздика. И мы делаем это с детьми, чтобы они делали своими руками. И прикрепили на груди. Многие участники мастер-класса не впервой приходят в Люберецкую картинную галерею. Но вот Дмитрий и Алексей здесь впервые. И они впервые делают вот такие георгиевские ленты. Юно-армейцы Люберецкой школы мечтают стать военными. Здравствуйте. Скажите, кем вы мечтаете стать? Я мечтаю стать капитаном. Почему? Потому что мне всегда нравилась эта должность. Я люблю командовать. Дима, что ты пожелаешь всем люберчанам в День Победы? Счастья, здоровья, что все долго жили, чтобы Россия была сильной и чтобы ей не страшны были никакие войны. Ну а мы присоединяемся к словам Дмитрия. И от всего нашего телеканала поздравляем вас с Днём Победы. На этом мы завершаем наш специальный выпуск, но продолжаем вместе со всеми люберчанами праздновать День Победы. Всех нас ожидает еще много интересных мероприятий, которые никак нельзя пропустить. Всем хорошего праздника. Субтитры подогнал «Симон»!